Продолжение следует... В первую очередь, как безопасность, то есть те же самые МЧСники или пожарники, это заграждение мешает им подъезжать к моему дому, это во-первых. Во-вторых, это благоустройство территории, то есть чтобы наш город был чище, это одна из самых важных, я считаю, пунктов, которые мне мешают. То есть город из-за этого грязный. Я хочу, чтобы мой город был чистый. Такие неравнодушные бдительные жители решили не опускать руки и обратились за помощью в ТОС, после чего на место приехали представители администрации. Нарушителю было вручено предписание, обязывающее его убрать мусор в течение трех дней. В случае невыполнения на гражданина будет наложен административный штраф. Сейчас пока есть возможность, да, в срок дали, вроде срок до 15 числа, как раз в субботу-воскресенье, все дома, есть возможность перенести эти дрова внутрь, внутри дворовую территорию. Такую проверку ждали жители ни одной улицы. Войны за чистоту между соседями в поселке не редкость. Порой своими силами убрать мусор невыполнимая задача. А повлиять и привлечь к ответственности возможно только с помощью коммунальщиков. Сегодня, наконец-то, мы дождались, администрация выходит, выписывает предписание тем, кто складывает строительный мусор или подобные элементы. И, естественно, будем контролировать, сама лично буду ходить, проверять, как исполняется предписание администрации. Обязательно. Только за один день администрации было выдано около 30 предписаний в поселке Мостовая. Срок на уборку мусора устанавливается различный, в зависимости от объема отходов. Однако самое главное, чтобы к весне жизнь здесь стала еще комфортнее. Гражданскую ответственность будет понимать, что надо будет убирать все около домов. Хорошо уже, говорю, не там, где убирают, а там, где не мусорят. Пока такая проверка была проведена по трем улицам, но уже в скором времени планируется охватить весь поселок. А затем совместно работой ТОСов и администрации навести чистоту на всей территории области. Кристина Жакот, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.